Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгия Федоров. Коротко о главных темах. Обещанного 12 лет ждали. Еще 200 самарских обманутых дольщиков переходят в статус полноправных хозяев своих квартир. Сдать проблемный дом на улице Тухачевского должны уже в сентябре. Невеселая история, в которой все же наметился хэппи-энд. На Металлурге утром было неспокойно. Стадион стал местом проведения масштабных совместных учений медиков, спасателей и волонтеров в рамках подготовки к чемпионату мира. Какой ни футбольный сценарий вынудил все эти службы работать вместе. 19 команд из 8 стран мира. Призовой фонд почти в 3 миллиона рублей и одно высокогорное озеро. Самарский яхтсмен привез золотую медаль с первой чеченской парусной регаты о трехдневной борьбе за победу и гонке сквозь облака из первых уст. Обманутые дольщики двух домов по улице Тухачевского в сентябре получат ключи от своих квартир после 12 лет ожидания. Это не единственные успехи в регионе по решению проблем долевого строительства. Так, за последние пять лет в области не появилось ни одного проблемного объекта. А в ближайшие два года новое жилье получит больше двух тысяч человек. Тему продолжит Мария Акимова. В приметы Илья не верил до того, как не приобрел квартиру на 13 этаже в доме номер 10 по улице Тухачевского. Вступил в долевое строительство, а дальше классическая история. Роковым оказался не только этаж, но и весь объект. Инвестор обанкротился, строительство прекратилось. Наконец, хэппи-энд наметился после 12 лет ожидания. Уверенный, как вы говорите, сидели ждали, 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 пока на доме не появился баннер, что дом не достраивается. В общем, все у нас зависло, ну, пока вот не появился новый застройщик. Пришлось нам взять кредит еще и купить еще одну квартиру, потому что у него невозможно было ждать. Вот сейчас все в кредитах по уши. Слава богу, хоть вон, облицовка идет, красит, все в порядок приводит. Настраивают и еще один проблемный объект по соседству. В 18-м доме работы тоже идут по графику. В 14-м году в сентябре вышли на площадку. То есть дом состоял в плачевном состоянии, он стоял порядка, ну, с 5-го года он стоял. Был незаконсервирован дом. Потом у нас затраты по завершению строительства составили порядка 500 миллионов рублей. А вот доплатить обманутым дольщикам все-таки пришлось. 8 тысяч рублей за квадратный метр. Такое решение было принято на общем собрании с участием представителей профильных ведомств. Теперь сомнений нет. Более 400 человек все-таки переедут в долгожданные квартиры. Перечень проблемных объектов постепенно уменьшается. Предусмотрен комплекс мер. Это и меры государственной поддержки, в том числе и на возмещение сетей. Затрат на сети, которые осуществляет застройщик. Это субсидии, соответственно, на погашение процентов ставок по кредитам. Это меры государственной поддержки в виде представления комбинационных земельных участков. И принципиальные меры, которые максимально, так скажем, есть предложение от застройщиков. Идем навстречу, находим гибкие пути и варианты для решения данных проблем. И такие меры действительно эффективны. За последние пять лет в регионе не появилось ни одного проблемного объекта. При поддержке правительства области. Восемь домов достроили в 2016 году. Более двух тысяч человек въедут в свои квартиры в ближайшие два года. Этот объект готов уже на 95% впереди благоустройство прилегающей территории. Здесь уложат новый асфальт, установят скамейки, урны, фонари. Кроме того, будут оборудована парковка и детская площадка. А заветные ключи в прошлом обманутые дольщики получат уже в сентябре. Мария Акимова, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Благодарность руководству региона выразило командование 326-й Севастопольско-Берлинской краснознаменной авиадивизии. Командир поблагодарил губернатора Самарской области за оказанную помощь в организации вручения орденов мужества вдовам погибших при исполнении служебного долга летчиков и поддержку их семьи. А также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Напомню, в конце прошлого месяца губернатор вручил награду вдове и дочери майора дальней авиации, уроженца Самарской области Александра Зайцева. А в набережных Челнах самарская делегация передала орден вдове погибшего пилота Антона Ботечко. Бренд сохранен, меняется форма и содержание. Самарская команда ЦСК ВВС при поддержке губернатора официально заявлена в чемпионате ВХЛ. Это вторая по значимости Лига российского хоккея. Сейчас клуб оформляет все необходимые документы, после чего начнется формирование основного состава и подготовка к турниру. Какая площадка станет основной тренировочной базой на время реконструкции дворца спорта на Молотогвардейской и на каком льду будут проходить домашние матчи, выяснил Виталий Портнов. Долгие годы ожиданий и большая мечта как болельщиков, так и самих игроков наконец исполнились. Хоккейный клуб ЦСК ВВС новый сезон проведет в чемпионате ВХЛ. Идет селекционная работа, проявляем интерес к разным хоккеистам, то есть те, кто нам будет интересен, соответственно, мы будем приглашать на тренировочный сбор, и хоккеисты все равно должны поддерживать свою форму. Конечно же, ребята ходят в зал, то есть самостоятельно в зал, лед снимают и, соответственно, проходят подготовку к предстоящему сезону. Официальные тренировки и сбои начнутся после оформления необходимых юридических документов. Это займет примерно еще две недели. Основной базой станет ФОК «Маяк». Комплекс решено отдать клубу в полное распоряжение с бассейном и универсальным залом. Теперь этот лед для хоккеистов ЦСК ВВС на весь сезон станет родным. На площадке спорткомплекса «Кристалл» будут проходить все домашние матчи. Связано это с реконструкцией дворца на улице Молодогвардейской. Разрешение от ВХЛ клуб уже получил. Сейчас идет формирование основного состава команды. Планируется, что первые игры регулярного чемпионата начнутся уже в сентябре. Сейчас тренерские штабы руководства клуба пока присматриваются к игрокам. Но уже ясно, пополнять состав будут исключительно хоккеистами Самарской области, воспитанниками юниорских команд и школ. В профессиональном спорте сейчас занимается более 10 тысяч человек. Благодаря инфраструктуре за последние годы в регионе построено 14 ледовых арен. Еще пять в процессе. Надо выстраивать пирамиду развития хоккея. Она в Самарской области в принципе есть. Это детский хоккей, золотая шайба, юниорский. Выпадает одно звено. Это звено главное, где вся перспективная молодежь, которая должна воспитываться, она должна пройти через эту команду. И вершинная пирамида – это лада. В профессиональном запасе Тольяттинская лада, которая играет в континентальной хоккейной лиге, сейчас нуждается. Договоренность о взаимодействии на таком уровне уже достигнута. Но главная задача – показать хорошую игру. Переходы хоккеистов будут контролироваться на уровне Федерации хоккея России. Но в то же время это допустимо. Без дополнительных расторжений контрактов. В этом и прелесть взаимоотношений. То есть до того момента, пока мы не выступали на уровне чемпионата ВХЛ, подобной возможности не было. Даже номера игроков не будут повторяться. То есть тот игрок, который играет под номером 56, например, в составе ЦСК ВВС, он под этим номером будет играть с Аладу. Правительство Самарской области в составе учредителей клуба ЦСК ВВС. Вхождение в чемпионат ВХЛ дополнительных вливаний из регионального бюджета не потребует. Финансирование со стороны области остается в тех же объемах, которые были до этого. Сейчас привлечены внебюджетные источники в том числе. Поэтому бюджет клуба будет в размере 50 на 50. 50 правительства и 50 источники внебюджетные. Уже принято решение, что посещение матчей будет по абонементам. Количество мест на трибунах «Кристалл» ограничено до 500. Но для болельщиков специально откроют несколько фан-зон в Самаре. Виталий Портнов, Алексей Вельминскин, Александр Дудко. Новости губернии. Медики, спасатели, волонтеры в одной команде. На стадионе «Металлург» прошли межведомственные учения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Какое ЧП может потребовать совместных усилий сразу всех служб и готовы ли к этому самарские специалисты, узнал Кирилл Козин. Счет идет на минуту. От слаженности работы всех служб зависят жизни людей. Условия максимально приближены к реальности. На стадионе произошел взрыв. По легенде он привел к частичному обрушению трибун. Задымленности и давки спасателям и всем остальным службам нужно максимально быстро эвакуировать людей с трибун. Кого нужно доставить в сортировочный центр и максимально быстро эвакуировать их с территории стадиона в лечебное учреждение. Обрушение трибун – один из самых жестких сценариев. Большое количество пострадавших с самой разной степени тяжести. Поэтому акцент во время межведомственных учений сделали на работе медиков. «Есть мобильные бригады, которые оказывают первую помощь непосредственно на трибунах в очаге чрезвычайной ситуации. Вот эти мобильные бригады доставляют больных на сортировочный пункт, где уже мы, сортировочные бригады, продолжаем оказывать первую помощь». В учениях задействованы и кареты скорой помощи. Шесть машин вывозят пострадавших с места ЧП. В случае реальной угрозы на Самар-арену прибудут 50-60 экипажей. А на самом стадионе на каждом матче будут работать 26 мобильных врачебных бригад. Скоординировать их работу и взаимодействие с другими службами – задача номер один. «Сегодня будут в учениях участвовать 250 медицинских работников. Это только медицинских работников. Отдельно идет служба спасения, городские и областные спасатели, пожарная служба, служба безопасности, МВД, МЧС. Каждая структура представлена своим звеном». Команда самарских медиков в таких масштабных межведомственных учениях приняла участие впервые. До этого работали отдельно. Новый опыт войдет в практику. В преддверии Мундиаля совместные тренировки станут постоянными. Кирилл Козин, Сергей Павлов, Новости губернии. В регионе ожидается крупнейшее за 23 года половодье. Уровень воды в Волге поднимется выше, чем на метр. Происходит это из-за того, что затянувшаяся дождливая погода поспособствовала увеличению притока воды в Куйбышевское водохранилище. Такая ситуация будет сохраняться на протяжении 10 дней, сообщают в МЧС. Что с погодой и к чему готовиться, разбиралась Татьяна Пудова. Купаться этим летом жители региона пока не тянет. Вода в Волге прохладная. Она прогрелась всего до 18 градусов. Это на 4 градуса ниже климатической нормы. Как мы видим, вода поднимается. И сегодня уровень воды в Самаре достигнет отметки 31 метра. В Тольятти – 32. Сейчас в связи с дождевым паводком Росводресурса установили новый режим работы для ряда гидроэлектростанций. На гидроузлах Каскада Верхневожских ГЭС продолжается холостой сброс воды. Тысячи кубометров воды спускаются вниз по течению. На Чебоксарской Жигулевской ГЭС уровень воды уже подошел к предельным отметкам. Неблагоприятная отметка для Кубышевского водохранилища – 53,50. Это опасная отметка уже. 53,30 – это неблагоприятное явление у нас. Вот на сегодня 53,36 уровень воды. Это из-за обильных осадков транзитом сейчас водохранилища полный везде по Каскаду, в Верхневозском Каскаде. Такой паводок в регионе наблюдали 23 года назад. В МЧС предупреждают об опасности и рекомендуют быть особенно внимательными при нахождении вблизи береговой зоны. Соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра. Еще раз обращаюсь ко всем жителям Самарской области с пониманием отнестись к складывающей ситуации и принять все меры для того, чтобы не оказаться в зоне подтопления. Переместить имущество в случае его размещения на безопасное удаление. По прогнозам синоптиков, выше ожидаемого уровня вода не поднимется, если не будет обильных осадков. Прогнозы гидрометцентра, впрочем, обнадеживают. В ближайшие дни в регионе установится теплая и сухая погода. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губерния. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания. Выпуск продолжает рубрика «Губерния за минуту». На трассе в Сызранском районе водитель Лада Калина сбил детей, торговавших клубникой. Девятилетний мальчик скончался, пострадала его 12-летняя сестра. Госпитализирован 68-летний мужчина, находившийся вместе с детьми на обочине дороги. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Как выяснили полицейские, автомобилем управлял житель Ульяновской области. Он уснул за рулем. В момент аварии мужчина был трезв. Возбуждено уголовное дело. В Самаре задержали серийного грабителя, который орудовал на территории промышленного, советского и октябрьского районов. Жертвами нападавшего становились молодые женщины. Поймать злоумышленника помогли показания одной из потерпевших. Сейчас ему инкриминируется 6 эпизодов, но у полиции есть основания полагать, что жертв могло быть гораздо больше. Инспекторы ГИБДД вошли в рейд по вежливым водителям. Автомобилисты, которые пропускают пешеходов, получили подарки от госавтоинспекции. Профилактическая акция призвана напомнить о том, что соблюдать ПДД важно всем участникам движения. За последние полгода в Самаре было зарегистрировано 91 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 94 человека. И продолжаем выпуск. Инициатива снизу и поддержка на местном уровне. Общественные советы микрорайонов Самары демонстрируют первые результаты совместной работы с жителями. Напомню, структура была создана как раз для того, чтобы сделать власть ближе, а решение проблем проще. Как это работает, увидел Владимир Маркин. На клумбе во дворе 67-го дома на улице Фадеева от груды мусора и засохшей поросли не осталось и следа. Работы по благоустройству идут уже три недели. Жители микрорайона Шибко-1 вместе с представителями общественного совета высадили цветочный газон. Мы все пришли, все председатели, цветоводы, садоводы, все пришли и помогли. И вот этот вот цветочек своей любовью, своими ручками мы все сделали сами, обостроили. Все началось с того, что в 2016 году двор дома 124 по улице Ново-Вокзальной победил в комплексной программе по благоустройству «Двор, в котором мы живем». Жителям вручили сертификат на установку системы видеонаблюдения и оказали необходимую помощь в озеленении газонов. Останавливаться на наведении красоты и порядка только около своего дома не стали, пошли дальше. Большую роль в поддержке инициативы жителей сыграл общественный совет. Именно он помог активным гражданам взаимодействовать с властью. Всего на территории Самары создано 355 общественных советов микрорайонов. Здесь постоянно было безобразие. И мы решили сделать этот участок облагоустроить. Администрация помогла нам с тем, что сюда привезли машину земли. Управляющая компания трактором сделала планировку. И вот здесь жители активно вышли и с удовольствием, конечно же, посадили вот эти все выданные городом нам цветы. Жители микрорайона ежедневно ухаживают за газоном и следят за его чистотой. Теперь вместе с представителями общественного совета они будут добиваться установки ограды для клумбы. А уже в ближайшее время проведут собрания, на которых обсудят участие в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды в следующем году. Владимир Маркин, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Интерактивный квест, флешмоб в стиле граффити, конкурсы и викторины. В Самару приехал капитан доверия. Цель акции рассказать детям и взрослым о службе экстренной психологической помощи, а также популяризации детского телефона доверия. Мария Акимова тоже училась делиться своими страхами и бороться с ними. Необычный корабль прибыл в Самару. У руля капитан доверия. На берегу его поджидает целая команда пиратов. Тревога, злоба и одиночество. Компания не самая лучшая, поэтому отважный моряк решает перевоспитать незадачливых злодеев. А сможете вы мне помочь, чтобы перевоспитать этих пиратов? Да! Викторины, конкурсы, интерактивный квест – вот так в игровой форме детей учат справляться со своими страхами и объясняют, как наладить отношения с родителями и сверстниками. Здесь сверсты, здесь люди даются детям поддержку. Например, отношения не у всех с мамами и папами хорошие. И можно позвонить на телефон доверия. Вот, мне лично здесь очень понравилось. А здесь проходит флешмоб в стиле граффити. Любой желающий может оставить на этой стене свою надпись. Подростки и дети делятся своими страхами. И мы последуем их примеру. А еще презентуют телефон доверия. Звонки анонимные, бесплатные. Линия доступна 24 часа. Телефон доверия очень востребован. За прошлый год обращений на детский телефон доверия поступило более 12 тысяч. Их интересует это взаимоотношения друг с другом. Взросление, подростковый кризис, взаимоотношения со своей семьей, с родителями. Конкретно разбирают каждый случай абонента. И каждому ребенку или каждому взрослому относятся индивидуально, рассматривая буквально досконально. Телефон доверия работает более 7 лет во всех регионах страны. За это время за помощью к психологам обратилось более 7 миллионов человек. Каждый год пытаемся придумать что-то интересное детям, подросткам. В прошлом году у нас был автопробег по 12 городам. Сейчас, предстоящей осенью, у нас будут семейные спортивные забеги в 8 городах, где папы будут бежать 2000 метров, мамы 800, а дети 122. Так, чтобы сложился номер телефона доверия. Корабль доверия уже побывал в Казани, Ульяновске, Тольятти. Следующий пункт назначения – Сызрень. Завершит он свое путешествие в Волгограде 16 июля. Мария Акимова, Андрей Авдеев, Новости губернии. Самарский яхтсмен Андрей Полуянов привез золотую медаль с первой парусной регаты, проходившей в Чечне. Трехдневные соревнования, в которых приняли участие спортсмены из 8 стран мира, проводились на высокогорном озере Кизиной-Ам. О гонке сквозь облака, конкуренции любителей с профессионалами и призовом фонде из первых уст услышала наша съемочная группа. Почти 2000 метров над уровнем моря. Живописное озеро Кизиной-Ам словно сапфир в оправе горных вершин. Идея провести здесь международную парусную регату – это настоящий вызов спортивным традициям. Соревнования такого уровня обычно проходят в морских и океанских заливах. Однако смелая инициатива нашла сторонников. Наполнить паруса строптивым горным ветром вызвались спортсмены из 8 стран, в том числе Германии, Хорватии, Чехии и даже Новой Зеландии. Самарец Андрей Полуянов вошел в российскую команду любителей «Четыре ветра». Для него эта регата – вторая в жизни. Спортивное крещение яхтсмен прошел в 2016 году у берегов Греции. Регата на высокогорном озере, рассказывает Самарец, стала для команд настоящим экзаменом на сплоченность и готовность бороться за победу в любых погодных условиях. Из-за того, что это все-таки высота была 1870 метров, мы попадали за один день в разные климатические условия. То есть на нас опускалось облако, у нас не было видно, ну, от носа до кормы не было видимости. Вот. Мы сидели четыре часа под дождем, соревнования продолжались. Потом вдруг ветер пропадал, и выглядывало солнце, и все стояли с опущенными парусами. Вот. Потом начинал дуть порывы ветра, и тут соревнования начинали продолжаться. Помимо Самарца, в команду «Четыре ветра» вошли яхтсмены из Анапы и Москвы – Леонид Клепиков и Денис Рожков. Быстрая реакция на изменение направления воздушных потоков и слаженность действий позволила россиянам обойти 10 конкурирующих экипажей и одержать безоговорочную победу в группе любителей. Спортивные трофеи, кубок и золотая медаль. Денежный приз – 300 тысяч рублей. А в суперфинале любителям пришлось состязаться с профессионалами. Три команды любителей и три команды профессионалов бились за кубок «Ахмат». Вот. Первоначально призовой фонд был 500 тысяч рублей. Но в процессе награждения я лично видел, как взяли жирный фломастер черный, пятерочку закрасили в ноль, а единичку поставили впереди. Ну и представили, что личным распоряжением главы Ченской Республики призовой фонд за кубок «Ахмат» был увеличен до 1 миллиона рублей. В суперфинале команда «Четыре ветра» уступила более маститым и опытным спортсменам. Впрочем, любители нисколько не расстроились. Кубок «Ахмат» достался коллективу, также выступавшему под российским флагом. Андрей не исключает, что примет участие в регате и в следующем году, но уже как профессионал. Георгий Федоров, Тимур Набеев. Новости губернии. На этом у меня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин